Станции технической связи, космическая, радиорелейная, спутниковая, работают на разных частотах и обеспечивают связь где бы то ни было. Сегодня тот случай, когда они не замаскированы и барнаульцы, как пчелонаметы, идут к огромной технике. Идут и карабкаются за руль, и малыши, и взрослые. Серьезность момента зашкаливает. Все есть и очень подвески. А чем-то отличается от обычной машины? А чем? К счастью, это лишь игра. Военные общаться с нами на камеру не стали, им нельзя показывать лица. Зато без камеры проводили экскурсии всем желающим. Алексей в такой машине впервые. Сам он больше увлекается другой техникой. Мне в 8 лет подарили родственники книжку про оружие. И вот после этого я уже вовлекся в эту тиноматику. А, наверное, что-то ты сам пробовал уже сконструировать, да? Ну так, рисовал чертеж. Два чертежа танка нарисовал. В будущем парень хотел бы создавать такие модели. Так что взгляд на технику пусть и пока любительский, но уже не предвзятый. Я небольшого роста и тут какой-нибудь мужчина метр девяносто. Он как-то не поместится здесь. То есть если бы ты конструировал, ты бы сделал шире, выше, да? Нет, не сделал бы, потому что чем больше, тем тяжелее спрятать. Придется терпеть неудобства. Ну да. На войне не дома. А вот если бы Алексею уже было 18 лет, то он со своими далеко идущими планами сразу бы пришел сюда. Любой желающий здесь же мог присмотреться и прицениться. Это же старое. В среднем она сейчас где-то в спецназе, допустим, вот 32. Пехотик где-то до 27 начинается. Мужчина интересуется не для себя. Здесь он с сыном. Тот еще школьник, так что визит ознакомительный. А сам мужчина предпочел бы служить в морской пехоте за большую функциональность. Я не служил. У меня военная кафедра. Медицинский заканчивал, поэтому был освобожден от воинской службы. Так как, можно сказать, с другим вариантом альтернативно это прошло, потому что врач, работающий в сельской местности, призыву не подлежал. Я приходил, просился, они меня не брали. Ну, сына надо будет отправлять. Чаще всего с регионом связаны. Мало кто хочет переезжать. Но в основном интересуется это ВДВ, морская пехота и спецназ, ВДВ, воздушно-десантные войска. То есть все хотят валюту, но не всегда у всех здоровья. Сейчас очень тяжело людей со здоровьем подобрать. В течение года организуют четыре такие выездные акции. Проявляет интерес 3-4 тысячи молодых людей, а отбор проходит в среднем тысяча. В 21 веке к стремлению защищать свою родину уже можно приписать и еще один важный критерий. Необходимо быть здоровым. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.